Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений винтажных и не очень. Все, кто у меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в благотворительных магазинах, показываю их с ценами в канадских долларах. На моем канале не только украшения, на моем канале видео обзоры магазинов, примерок, болталок, похудения. В общем, я в процессе. И в общем, все-все-все, что мы девочки любим, вам будет очень интересно, если вы впервые. Надеюсь, что вы у меня останетесь. И давайте я вам быстро покажу затравку того, что мы сегодня будем смотреть. Обычно я так делаю, ну, чтобы привлечь интерес к своему видео, но очень быстро и без подробностей, чтобы вам было интересно, чтобы вы это смотрели, но в то же время, чтобы не портить сюрприз и удовольствие от просмотра. Так, давайте начнем, 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 начнем. У меня украшения не только винтажные, поэтому будем рассматривать все подряд. Итак, первое украшение, которое было оценено 5 долларов в нашем магазине. Что оно, что оно? Вы знаете, я иногда покупаю вещи, они у меня довольно долго лежат, прежде чем я их снимаю. Вот так вот купила вместе с этикеткой и оставляю, поэтому часто я не помню, что почему. 5 долларов стоило. Есть маркировка и нет маркировки. Находила ли я его на ресейле? Если находила, то обязательно прилеплю картинку и если нет, то нет. И я всегда все на себе примеряю. Смотрите, винтажная брошь, конечно, судя по плечикам застежки. Интересная такая обратная сторона. И брошь тоже очень интересная. Брошь планка с медальоном. Жемчужина в центре, естественно, не настоящая. И четыре маленькие жемчужинки. И здесь в центре, я думаю, что белый камушек. Я что-то плохо вижу, да? Да. И она довольно легкая такая. Если бы не вот эти вот, если бы не застежка, я бы вообще усомнилась в ее винтажности. Но судя по застежке, она таки, да, винтажная. Черная эмаль. Красивая брошь. Необычная, интересная. Прям такая испанка я или нет? Из разряда. Подвески королевы Анны. Навеяла. Так, идем дальше. Вот такие серьги. Конечно, переоцененные. Стоили они 6 долларов. Современные, безусловно. Больше того, я потом была в этом магазине и видела колье к ним. Хотела купить. Подумала, что современные колье не буду покупать. Потом пришла домой и видела, что у меня есть такие серьги. Подумала, надо было купить. Но было уже поздно. Я осталась без колье. Есть у меня только серьги. Красивые. Мне они просто понравились. Хорошая такая качественная застежка. Знаете, не гвоздик какой-то, ничего. Вот такая вот крепкая застежка. Очень удобная, удачная. И сами они выполнены. Очень интересная. И вот эта вот вставка, я не знаю, похоже на стекло, правда? Такое вот интересное стекло. Интересной формы. Хорошо сделано, аккуратно. Похоже на какое-то качественное, дорогое изделие. Ну, как дорогое, я имею ввиду. Относительно. Дорогая бижутерия. Кстати, тоже, видите, все серьги зеркальные. То есть, они... Это говорит о хорошем производителе, что они смотрят в разные стороны. Когда они тут у вас на ушах, они будут смотреть в разные стороны. Смотрите, где? Ну, в общем, я не жалею, что их купила. Жалею, что колье не купила. Потом увидела колье и не взяла. Забывши, что у меня есть такие серьги. Бывает. Вот такая вот вещь. Это зажим. 4 доллара стоило. Это зажим для платка. Я их очень редко покупаю, потому что не ношу. Реально, я вообще и платки не ношу особенно, а уж зажимы для платка. Тем более, мне просто очень оно понравилось. Очень интересная сделана, красивая. Я не знаю, что это за материал здесь. Так, во-первых, давайте посмотрим маркировку. Иногда. Обычно, если они маркированы, то это обычно в Германии написано Germany, но здесь ничего нету. Так, что же это за перламутр или нет? Не знаю. Похоже на перламутр, а может просто пластик. Легкая, легкая, легкая марказита здесь. Мерказит или марказита, как правильно я все время путаю. Ну, в общем, красивый дизайн. Понравилось мне этот зажим. Его можно не обязательно носить как зажим для платка, его можно носить как тресклип. Если вот на кармашек или на горловину свитера, например, в общем, как-то так. Вот такая брошь. Сомнений у меня много по ее поводу. 5 долларов она стоила. Наверное, тоже, скорее всего, современная. Хотя, хотя, хотя. Тоже ничегошечки не нашла. Давайте рассмотрим ее застежку в обратную сторону, потому что я, честно говоря, уже не помню. Так. Здесь золотое покрытие внутри, что уже хорошо. Было бы серебряное, точно сказали бы, что современная брошь. Очень качественная задняя сторона, обратная сторона, хорошая крепкая игла. Замочек похож на старенький, не похож на современный. Собачка вот эта вот, собака, собачка. Но, в общем и целом, я не знаю. Красивая брошь, центральный кабошон, маркировок нет, стекло, корона. Очень красивая. Даже если это не винтаж, то она очень достойная. Просто, что здесь еще какие-то, видите, гравировки, что-то такое. То есть, не простая брошь. Если даже и современная, то сделана очень качественно. Мне кажется, что она не совсем современная, а больше винтажная. Такие вот бусы. Странные, правда? Но я иногда покупаю такие странные вещи. Что у нас здесь за маркировка? Так, давайте сначала посмотрим цену. Снимем 4 доллара. Они стоили дешево. И, судя по всему, они маркированные. Я уж не помню. Давайте посмотрим, что здесь у нас написано. Что-то of Canada. Что-то канадское. Эссен. Эссен of Canada. Наверное. Я не знаю, что это. Никогда не видела ничего такого. Но, судя по всему, они, конечно, винтажные. Застежка такая интересная. Это ведь застежка, правильно? Как она работает? Не знаю. Так. Состоят они, потом разберемся, из пластиковых бусин и пластиковых вот таких вот листьев и металлических вставок, на которых, собственно, все это и крепится. Так. Как же она застегивается? Может, надо ее примерить? Как же мне ее примерять? Я думала, что это бочка, которая раскручивается. Но она нифига не раскручивается. А через голову она не пролезет. Они короткие. Совсем. Красивые такие интересные, смешные, винтажный пластик, летние такие бусики. Так. Девочки, примерю, если найду, как расстегнуть. Вот здесь вот явно что-то должно входит и выходит. А если не найду, то я просто приложу к себе. И как их носить, то уже не знаю. И что с ними делать? Видите, они на леске натянуты. Что-то может быть. Сейчас не хочу, потому что не хочу их сломать. Знаете, бывает иногда такая просто тоненькая такая, как планочка, которая входит в бочку. Фигня, да? Так, ладно. Оставим. Короче, если вы на мне их не увидите, значит, что я не нашла, как их расстегнуть. И значит, что я не знаю, что с ними делать. Но мне они понравились. Так я не смогла расстегнуть. Примеряю на руку. Надеюсь, что все-таки мне удастся их расстегнуть когда-нибудь. Так, еще одни бусы из натуральных камней. Я их купила, потому что они из натурального камня. И стоили они всего ничего 5 долларов. Я не понимаю, что это за камень. Я не разбираюсь. Простите меня уж, пожалуйста, великодушно. Напишите мне, пожалуйста, что это за камень. Я уверена, что вы все знаете. Точно знаете. Ну, вот здесь вот с застежкой все понятно. Так что... Ой, елки. Посмотрите, они посыпались прямо на глазах. Ой, елки. Ой, как жалко. Собираю в мешочек и на мне вы их тоже не увидите. Видите, я начала их расстегивать. Вот такое бывает. Вот здесь вот развязался этот узелок. Ах, как жалко. Но это легко чинить. Я это все восстановлю, починю. Но сами бусы очень красивые. Напишите мне, пожалуйста, что это за камень. Видите, какая у нас произошла. Ну, это, так сказать, издержки прямого эфира. То есть эфир не прямой, но, во всяком случае... Так вот. В общем, бусы красивые, но я их порвала. Ну, красивые какие камни. Это какой-то тигровый глаз. Или что это? Ну, то, что это камень, мне не вызывает сомнения, потому что они очень холодные, такие тяжелые. Ну, и видно же, да. Смотрите, какие красивые. Я их обязательно-обязательно починю. Но примерить мне их не удастся, потому что я не уверена, что починю их. Я быстро как бы возьмет какое-то время, полежат они у меня. Так, вот такие клипсы. Я их думала носить вот с этими бусами. Но... Потому что видите, как похожи. Но не совсем. Мне почему-то казалось, что они больше похожи. Посмотрите, какой шикардос. 7 долларов они стоили. Конечно, цена преувеличенная. Но они очень старые, очень винтажные. Маркировок, по-моему, на них нет. Но они такие прикольные. Редко попадаются такие интересные экземпляры. Видно, что они очень-очень старые. Это такие наборные клипсы. Видите, здесь вот эта вот основа с дырочками, на которые, собственно, надета вся эта канитель. Посмотрите, какие они великолепные. Нарядные, шикарные. Жемчужины хорошо сохранились. Здесь есть вот эти камушки. Не камушки, а брусины. Аврора Бориалис, жемчужины. И вот эти вот листья, которые тоже покрыты чем-то типа Аврора Бориалис. Посмотрите, какие они шикарные, нарядные. Ну, это же просто... Просто что-то с чем-то. Старые. Видно, что старые. Но шедевральные, я считаю. Так хорошо сделаны. Так и такие интересные. Навратили тут, конечно. Будь здоров. Даже не знаю, какое украшение с ними можно надеть. Я думаю, что с ними ничего не надо надевать. Эти клипсы самодостаточные сами по себе. Их просто нужно надеть. И маленькое черное платье. И вы просто королева балла. Смотрите, вот такая интересная брошь. За 5 долларов. Брошь винтажная. Маркировок на ней нет. И очень интересный сюжет. Мне интересно, кому пришло в голову слепить такую... Сколько она? Стол, 5 долларов. Сделать такую брошь. Кинжал. Этот камень здесь зеленый на самом деле. Стеклышко не передает цвет. Но это зеленый камень. Вот такой вот я таган. Он прям даже острый. Ох, боже мой. Конечно же есть маркировка. Ну какая же я внимательная. Кора. Ах, это Кора. Замечательно. Это тогда тем более хорошо. Маркированная брошь. Винтажная. А я уже сказала, что маркировки нет. Замечательно, Кора. Посмотрите, какая прикольная. Ну, в общем, фантазия дизайнеров бренда Кора сделала всплеск. И они насочиняли вот такую вот воинственную брошь. Кинжал. И таган. Интересный дизайн. Очень редко. Никогда не встречала ничего подобного. Тем более, что это Кора. Двойне приятно. Так, у нас здесь комплект. Я начну все двигать, потому что места нет. Комплект. Я не уверена, что это комплект. Но висели они рядышком. Мне показалось, что это комплект. Восемь. Четыре доллара. Пять. То есть вместе десять. Десять. У нас вот так вот. Когда вешают это как комплект, то стоит это семь. Например, восемь. А когда поделится, то каждая купить. Ну, что там. Что бы нет. Так, давайте будем рассматривать. Снимаем с этикетки. Так, маркировок нет. Но смотрите, какая интересная обратная сторона. И на броши. Кстати, похоже немножко на, видите, на застежку. Вот на этой вот. На короне, видите. Тоже такая же планка. И на броши, и на серьгах. Это серьги. Это не клипсы. То есть это, безусловно, комплект. Потому что, видите, все очень похоже. Легкий, тонкое такое плетение. Красивый кабошон жемчужины под жемчужину. Кстати, разного цвета немножко. Эта жемчужина более белая. Эта более желтая. Что заставило меня усомниться. Но вот эта вот оплетка металлическая очень похожа. И очень похожая обратная сторона. В общем, вот такой комплект. Не маркированный. Не знаю его происхождение. Не знаю его возраст. Но мне кажется, что это винтажное украшение. Может быть, возможно, из 70-х или 80-х. Смотрите, как он красиво здесь вставлен. Интересно. Явно заморочились. Не просто вклеили. А вот такая вот оплетка вокруг кабошона. Кстати, в серьгах этого нет. В серьгах немножко сделано по-другому. Поэтому у меня сомнение, что это комплект. Но уж очень похоже. Разница в цвете камни, безусловно, не будет видна она. Когда вы будете это носить на ушах и на лацкане. Например, жакета. Это не будет видно вообще, что это разный цвет. Потому что это далеко. Но, в общем и целом, набор красивый. Качественный, хорошо выполнен и очень симпатичный. Ну и гвоздь нашей программы. Вот такая вот прекрасная брошь маркированная. Стоит она, стоила 8 долларов. Этикетка вы видите. Так. Тоже я считаю, что для маркированных брошей в наше недешевое время это не дорого. Не для маркированных сомнительных дорого, а для такой броши нет. Так. Посмотрим, кто это у нас. Это у нас... Я находила ее где-то. Ой, девочки, что это за маркировка? Сейчас опять, кажется, что я не стой стрёмочная. Пи-Л. Что это за маркировка такая? Пи. Пи-точка. Л. Пи-2. Пи-М. Пи-Л-М. Так, ладно. Я видела, по-моему, такие кора броши или сары. Это не совсем то же самое. Или, может быть, так маркировали они? Сейчас не вспомню. Но видно, что застежка тоже винтажная. Сама брошь винтажная. Так их в те времена, в 60-е делали много подобных брошей. Это очень красивые, очень интересного цвета сделаны вставки из... Это не бакелит. Я думаю, что это люцит. Люцитовые вставки. Очень красиво блестят, переливаются. Брошь шикарная, великолепная. Она мне очень нравится. Мне кажется, что она достойна стать вишенкой на торте или гвоздем нашего видео сегодняшнего. Очень красивая брошь. Сюжет очень банальный, я бы сказала. Обычный. Листики, веночек, кружочек, круглая брошь. Но за счет цвета и вот этого блеска люцита она просто выглядит великолепно. Вот такая красотка попалась мне. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня было видео. Было много приключений. Одни бусы, которые не открывались, другие бусы, которые порвались. К сожалению, брошь оказалась маркированная, хотя я не ожидала. Брошь, которая мне казалась, что это Кора или Сара, оказалась вообще непонятно что. Но, так сказать, кому сейчас легко, что называется, да. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Надеюсь, что если вы у меня впервые, вы останетесь со мной. И если вы у меня не впервые, я очень рада всем моим старым друзьям. И я надеюсь, что вы напишите мне комментарии, отзывы о том, что вы сегодня посмотрели, подсказки, помощь, потому что вы разбираетесь и знаете больше, чем я. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всем пока, всех любить, целую, бай-бай.